Тиграна Кеосаяна Очень длиннее программы, вы не цените моей краткости, потому что в новостях мелькнуло, что Казахстан заявил какую-то ноту протеста. И мы посмотрели казахский материал про то, какой протест, но совершенно не поняли, против чего протестуют. Протестуют, на самом деле, против одного единственного, я думаю, слова. Сюжет Кеосаяна был такой, он сперва, это было вчера, обрушился на предателей родины типа Ксении Собчак, Максима Галкина и Алла Пугачева, которые уехали 25 февраля, а теперь вернулись. И предложил мне ходить на их концерт, а если кто-то платит, значит, деньги, цитирую, значит, вы за них, за этих артистов, за их позицию. Или же вы вообще аморфны в политике, но в это тяжело поверить. Все думать должны, как тратятся деньги. Конец цитаты. Это небольшая новость, это всего-навсего продолжение идеи еще десятилетней, кажется, давности, что если человек пожертвовал деньги Ходорковскому, то он сообщен Ходорковскому. Идеи красивые, но, к сожалению, неверные. Или к счастью. Но теперь понятно, что если я, значит, вошел в метро, то я политически вместе с теми, кто едет в это метро. И так далее. Двойной стандарт. Ведь те же самые люди, которые вот так строго подходят к вопросу о том, кто за кого и на кого тратить деньги, критикуют культуру ВОК, культуру отмены, культуру бойкота. Что это неприлично, как можно. Но сами они сто крат более призывают к бойкоту и намного тщательно следят за событиями. Что до... Кстати, возвратившийся Ксения Собчак пишет, цитирую, партию не создаю, политической агитацией не занимаюсь, вопросы не решаю. Сижу в Москве и пишу сценарий к новостям. Конец цитата. А к которым новостям? К новостям Тиграна Кесаяна. И эта дама баллотировалась в президента России и платила деньги тем, кто ее раскручивал. У меня даже одна знакомая в Праге делала материалы агитационные за Ксения Собчак. Я понимаю, пить есть надо, а совесть не надо иметь. Так вот, в Казахстане они стали праздновать День Победы. И Кесаян говорит, цитирую, сейчас празднование Дня Победы – это сигнал распознавания, свой-чужой. Конец цитаты. Значит, надо отрегулировать финансовую помощь. Дальше. Цитата. Мне неприятно, когда мою страну вытирают ноги. Конец цитаты. Значит, я прошу прощения, это нематерное слово. Матерное у Кесаяна Забибиканы. Нематерное. Я позволю себе произнести, из-за которого, собственно, Сербор, но его не называют. Цитирую. Дорогие мои, это казахов. Если вы считаете, что можно быть дальше такими хитрожопами, и вам за это не будет ничего, вы ошибаетесь. Конец цитаты. И дальше. Мир изменился. Все изменилось. А поезд уходит. Вы еще можете заскочить в последний вагон. На самом деле, смотрите, это, конечно, бредятина. Но ведь именно это говорят сегодня многие как бы оппозиционеры. Именно это говорят многие американские эксперты, философы, что радикально изменился мир. Все. Ужасно изменился. Да ничего не изменился. Ничего не изменился. Просто чиновники государственные всех стран выдавали желаемое за действительное, что демократия победила. А потом случился Гонконг, а потом случилась Украина, случилась Грузия и так далее. Так что никогда не изменится необходимость отстаивать свою свободу. Никогда не удастся завалиться на печку и лежать на ней, и быть свободным. Это невозможно. Свобода, она как гроза, она как гроза, за ней нужен ежедневный уход. Меня скорее заинтересовал этот текст, заинтересовал этот текст одним единственным словом. И отнюдь не вот этим вот хитроже. Вообще-то образец расизма. Мои дорогие грузины, вы знаете, сколько друзей у меня грузин. Академик спас мою жизнь. Ну да, любой антисемит начинает со слов. Вы знаете, сколько у меня евреев. Но у меня вопрос не к этим грузинам. У меня к тем грузинам вопрос, который выгоняет из ресторана русских. Я понимаю, что вам обидно за самостоятельность Абхазии, за самостоятельность Южной Осетии. Но вам не кажется, что это трусливая позиция, да и глупая? А в чем трусость, извините меня? Он что, считает, что смело было бы грузинам на конях поскакать на Москву? Обращение отдельно к Молдаванам. Молдаване, дорогие, я снимал зайца над бездной. Вы что, ребята, и правда такие классные и смелые, что Георгиевскую ленту забываете? Вы понимаете, что вы все идете по пути Украины? А еще, то есть не надо, но я вас заверяю, интонация, с которой это говорится, чисто гебельсовская. Интонация даже, может быть, не гебельсовская, я, правда, гебельсов не смотрел. Интонация дворового хулигана, который сообщает тебе, что он тебя сейчас будет бить. И дальше, смотрите-ка, цитирую, прибалты, ау, хуторяне. А? Угрь еще ловится, ведь кроме угря и перхоти у вас больше нет ничего. Это на 17-й минуте 40-й секунды. Я заинтриговал слово перхоть. Вроде бы никто никогда не обвинял литовцев, эстонцев, латышей, что у них перхоть. Перхоть – это абсолютно однозначная российская коннотация на евреев. И тут я в некотором недоумении, потому что в Прибалтике с евреями, в общем, как-то вопросы довольно кардинально решили, как местные жители, так и немцы. Но слово перхоть меня заинтриговало. Казахи, братья, это что за неблагодарность? Ребят, вы правда решили, что Россия куда-то испарится? Я должен напомнить, что в голоде конца 20-х годов казахов погибло больше, чем украинцев. Погибло по разным подсчетам, ну, не меньше 800 тысяч. Цифры, которые дают казахи, 3 миллиона, конечно, завышены, но не исключено, что полтора миллиона. Это исполинские цифры. За что казахи нам должны быть благодарны? За что? При этом я, надо сказать, не идеализирую Казахстан, ни советской эпохи, ни современной. И когда, значит, Киасаян попрекает, наигрались в безвозмездную помощь, спасали вашу власть в Казахстане, бардак ваш прекращать, а вы парад отменяете. И дальше тоже так ядовито серьезно, нет, правда серьезно, кривляется он ужасно. Но артистически, он же заканчивал гик. И мне кажется важным вот что понять. Киасаяна критикует, как я посмотрел, справочники с 2012 года. Но послушайте, он же в 2001 году снял фильм о подвигах ГРУ в Чечне. Он снимал фильм, в общем, плохой, конечно, кинорежиссер. Фильмы, как «Заяц над бездной» про какие-то безумные похождения Брежнева в Молдавии, они глупые, плохие, скверные фильмы. Но почему-то его в 90-е хвалили, и почтенные люди хвалили. И я скажу еще больше. Отец Тиграна Киасаяна, Эдемонт Киасаян, автор двух хороших фильмов. «Стрепуха», с которой начался Владимир Высоцкий, и «Красные дьяволята». Сколько раз я смотрел «Красных дьяволят», не могу сказать, но когда-то знал наизусть. Я вам скажу, это талантливый режиссер, который снял омерзительные, гнусные фильмы. Что пропагандирует фильм «Стрепуха», какие его идеи? Ну, типа целины. В общем, социалистический коллективизм – это не социализм, это тоталитаризм называется. И то, что там симпатичные актеры и деятели, не отменяет того, что это все равно фильм, снятый в Донецке, говоря современным языком, и воспевающий идеалы донецкие. Тем более фильм «Красные дьяволята». Это фильм, воспевающий идеалы тоталитаризма ленинской эпохи. Гнусный фильмец-то. И это относится ко всему советскому кинематографу. Ну, может быть, там есть что-то совсем только про морковь, любовь. Но в Донецке тоже ведь есть любовь. Тоже там люди сейчас женятся, рожают и так далее. Но, тем не менее, надо понимать, что корни уходят очень глубоко. Как вот это вот словечко «перхоть», как вот это вот «хуторяне». И в этом смысле корчевать и корчевать. То есть не надо паниковать. Кто бы мог подумать? Сто семь лет, сто пять лет всему этому делу. Даже больше. То, что «перхоть» словечко с двухвековой, как минимум, сто лет. То есть с трехвековой. Да, фильм, сериал даже, это был у Киосаяна, «Мужская работа», 2001 год. Интересно, Дмитрий Быков хвалил этот сериал? Подозреваю, что мог бы. Дмитрий Львович тоже мог бы цитировать, как Киосаяна, про то, что мне не нравится, когда мою родину вытирают ноги. Если Россия совершает военные преступления, мне не то, что ноги надо вытирать, надо отдавать ее под суд. Но кто будет судить целую страну? Действительно никто. Во всяком случае, считать, что Россия какая-то особая и позитивная страна, это, конечно, преступление перед правдой. Другое дело, что Россия не существует. С каких пор, извините меня, Тигран Киосаян – это Россия. Я гражданин Российской Федерации. Я тоже гражданин Российской Федерации. Только разница та, что я не требую у Киосаяна отобрать паспорт. А Киосаян требует наказывать предателей и так далее. Прослышит про меня и про меня потребует что-нибудь принять меры. Мы разные с ним граждане. Он гражданин вождя, а я простой антисоветчик, советский пенсионер-антисоветчик. Что я могу сказать? Спокойной ночи, желаю вам не видеть ночью никаких тигров. Но насчет того, что игры в дружбу кончились, цитирую Киосаяна, сейчас это вопрос выживания, идет война, война двух огромных больших идей, и двух больших стран, и второй стороной является не Украина, а Америка, и НАТО. Конец цитаты. Какая идея-то противостоит американской? Никакая. И все это прекрасно знают. Что люди ложатся под такую агитацию, я очень хорошо понимаю. Жить хочется. Мне тоже хочется жить, но я не лягу. Ну, если только совсем не забьют ногами. Нет, наверное, даже и тогда не лягу, а просто помол. И еще раз возвращаюсь к вопросу, который мне в прошлый раз задали. Молчанием предается Бог. Должны ли мы молчать? Вы знаете, это большая проблема низкого политического, низкого уровня политической культуры. Когда борьба за свободу, ненасильственная, разумеется, насильственная даже не обсуждается, когда ненасильственная борьба за свободу сводится к акциям. Выйти в пикет, что-то прокричать, что-то написать в интернете, устроить какой-то хэппенинг и так далее и тому подобное. Это глубоко неверно. И это не работает. Мы это видели на примере Occupy Wall Street. Не сработало. Не сработало в Ливии, не сработало в Египте, не сработало в Сирии. Не работает. Почему? Потому что человек – это слово, и не слово лозунг, а слово коммуникации. Значит, надо организовывать и движения, и партии, и обсуждать идеи. Идеи обсуждать. Ну, что же я могу сделать? Все хотят на кривой объехать, чтобы посмотрел ТикТок, потом на пять минут вышел в пикет, ну, недельку поживу на Occupy Abay, на чистых прудах или еще где, и все решится. Прогуляюсь по болотной, и как там, значит, темницы тяжкие падут, так дыр-дыр-дыр-дыр. Не встретит нас у входа после такого никто. Значит, свобода, как и любовь, это довольно интересное и увлекательное творчество. Они вышли, помахали цветочками с криками «Мы-то всего-навсего гуляем», как это было в 11-м, в 12-м году. Я и тогда говорил, что это глупо, это кончится пшиком. И оно кончилось пшиком и у нас, и в Белоруссии. И это правильно, потому что если бы легкомысленные поверхностные усилия заканчивались победой, ну, извините, тогда дважды два – это плюшевый нишка. Так нельзя. В мире должна быть злойка, и она есть. Зло нельзя победить, просто перекрестившись и трижды сплюнув через левое плечо. Это магизм. Так, ладно, простите, что раскипятился. Сейчас посмотрю, мне кажется, вопрос. Интересно, я вот хотел поверить. Я вот с планшета зашел на свой канал, но я не вижу тут прямой трансляции. А нет, вижу, зрители 16, а вижу ли я тут чат. Ой, я вижу, слава себя. Так, прекрасно, прекрасно. Прошу прощения. Так, я могу себе паузу сделать? Могу. Читали ли вы книгу Андрея Зубова «Религия и библии христианства»? На этот вопрос я буду отвечать только в присутствии Андрея Борисовича Зубова. Какая разница, читал я, не читал? Спрашивайте по сути. Опять общие оценки. Спрашивайте о конкретном религиозном явлении, политическом явлении и так далее. А не вообще. Вообще оценки глупые. Тигран Кесаен. Уважаемый Тигран Эдмондович, если вы меня вдруг смотрите, призываю вас покаяться, перестать говорить ложь и неправду и начать говорить правду. Можно даже правдами говорить, помолчать. Да, я же обещал еще раз сказать, молчанием предается Бог. Бог предается магизмом в сознании, формализмом, поверхностностью. Это как любовь. Любовь должна быть глубокими, длительными отношениями, а не только эмоциями. Политическая деятельность, литературное творчество, посадка картошки. Все должно быть глубоким, длительным процессом, как, скажем, репрессией. Берите пример со Сталином. Вот он уничтожал свободу, как и Ленин, методично, десятилетиями. Мы вот так же должны свободу насаждать. И поливать свободу надо не кровью. Кровью поливает рабство. Джефферсон глупость сказал. А поливать свободу надо, наверное, слезами, постовой молитвой. Все, спокойной ночи. Продолжение следует...